МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы поздравить всех вас со знаменательным событием. Мы сегодня отмечаем нашу страну, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 8 лет назад это событие, безусловно, стало актом восстановления исторической справедливости. Открыло новый этап в судьбе и жизни России как великой державы, единой, крепкой, родной для всех народов, которые в ней живут. Сегодня наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением, с настоящей экономической агрессией против нас, которую развязали западные страны. Их цель простая – подавить экономическую мощь нашей страны, а в глобальном смысле расколоть общество, потрясти все наши устои, заставить нас отказаться от своих главных ценностей. Уверен, что этому не бывать. Мы сильны всей нашей тысячелетней историей. Российский народ никогда не прогибался перед угрозами, от кого бы они ни исходили. Президент нашей России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами всеми главную задачу – достичь, несмотря ни на что, национальных целей развития до 2030 года. Это сохранение здоровья и благополучия людей, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд, успешное предпринимательство, цифровая трансформация. Сейчас в условиях жесточайших санкций против благополучия каждого россиянина нам надо принимать решения для выполнения этой задачи для защиты граждан, для защиты бизнеса и производства. Нам непозволительно медлить, непозволительно работать с позицией уже прошлого времени. Каждый из нас должен себе отдавать отчет в том, что мы имеем дело далеко не с сиюминутными проблемами. Мы все должны четко и ясно понимать, что уже неэффективны те методы и темпы, с которыми мы работали в обычное время. Сегодня я пригласил на встречу вас, уважаемые коллеги народных депутатов Государственного собрания, руководителей федеральных и республиканских органов власти, органов местного самоуправления. Здесь в зале также представители крупных компаний, малого бизнеса, общественных организаций некоммерческого сектора. Я хочу подчеркнуть, что от нашего единства, от общей слаженной работы напрямую зависит благополучие якутян, напрямую зависит стабильность жизнедеятельности всей республики в сложнейшей ситуации. Я не буду много повторять о том, что в условиях Якутии с ее огромной территорией, экстремальным климатом, со сложнейшей транспортной логистикой, коротким строительным сезоном решать все вопросы вдвойне сложнее. Но тем больше наша с вами ответственность, друзья, тем больше усилий и большей решительности требуется от каждого из нас. Позавчера президент Владимир Владимирович Путин издал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Задачи президентам поставлены предельно ясные и конкретные. Главам субъектов Российской Федерации расширено полномочия с требованием принятия исчерпывающих мер по обеспечению социально-экономической стабильности в регионах. Хочу отметить, что все прошедшие недели мы плотно работали по направлениям жизнедеятельности республики, по отдельным отраслям. В итоге правительством в целом сверстаны меры по обеспечению устойчивого развития республики в условиях внешнего санкционного давления. В их числе срочные меры по поддержке граждан, малого бизнеса, сельского хозяйства, жизнеобеспечивающих отраслей и предприятий. Разработаны и внесены предложения в адрес федеральных органов государственной власти. Эта работа будет продолжаться. Каждый день мы рассматриваем новые предложения и принимаем новые решения. Я обращаюсь сегодня к вам, коллеги, чтобы каждый из нас на своем месте, на своем уровне делал все и дальше больше для осуществления запланированных мер. Особо подчеркну, что все наши долгосрочные планы и проекты остаются в силе. Наша задача обеспечить дальнейшие движения республики к достижению национальных целей России к 2030 году. Ни по одному из приоритетных направлений, ни по одному национальному проекту нельзя допустить отклонений и отставаний. Здесь необходимо четкое взаимодействие правительства Якутии, всех наших министерств с федеральными структурами внутри республики. Необходимо усилить координацию наших совместных действий в рамках оперативного штаба. Федеральным правительствам введен мораторий на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства в качестве одной из основных мер поддержки бизнеса. Прошу территориальные структуры федеральных органов власти строго придерживаться этого моратория. Также прошу работать и на исключение таких ситуаций, когда, например, по жалобе непонятных фирм с нулевой историей отменяются итоги конкурсов, ставя под удар реализацию важнейших объектов в рамках нацпроектов. Такие случаи были, но в нынешней ситуации тормозить работу из-за формальных причин совершенно недопустимо. Считаю также, что в целом необходимо минимизировать все процедуры согласования и разрешений, если речь не идет о работах, сопряженных с прямой угрозой для жизни и здоровья людей, для объектов и окружающей среды. При этом, конечно же, возрастает наша общая ответственность по контролю, в том числе по реализации национальных проектов, строительству объектов социальной, коммунальной, жилищной инфраструктуры за счет государственных средств, как федеральных, так и республиканских и муниципальных. В этой части я поручаю усилить работу наших правоохранительных органов, счетной палаты Республики Саха-Якутия по всей широте их полномочий в отношении результативности использования государственных средств и ресурсов. Особую персональную ответственность за реализацию национальных проектов и государственных проектов возлагаю на членах правительства Республики. Любые неисполнения и затягивания я буду расценивать как минимум в несоответствии с занимаемой должностью. Сразу хочу сказать, что мы все живем уже в новом времени, и это означает, что жить и управлять по-прежнему уже никак нельзя. Практически каждый день поступают новые вводные, новые изменения, которых не выдержит застаревшая скрипучая машина управления. Способность адаптироваться к изменениям, скорость принятия решений становится сегодня залогом эффективности в изменившихся условиях. Нам необходимо пройти нынешний мобилизационный этап не только с наименьшими рисками и потерями, но и заложить прочный фундамент для развития Республики в новых реалиях отечественной экономики. Для этого мы мобилизуем все свои силы и жизненные ресурсы. В первую очередь это касается изменений в государственном управлении. Все органы исполнительной власти Республики переходят на режим бесперебойной работы фактически в круглосуточном формате. Время принятия решений максимально должно быть сокращено, должны быть исключены все долгие согласования и хождение бумаг по инстанции. Решения оперативного штаба у нас уже оформляются в течение суток после его проведения. Оперативность и качество решения их реализации становятся главным критерием оценки каждого. Мы наработали на самом деле такой опыт уже в условиях пандемии, но сейчас ситуация требует еще большей результативности. Я очень надеюсь на поддержку парламента в этих вопросах, на оперативность народных депутатов. В ближайшее время в Вилтумэн будут направлены проекты закона о корректировке государственного бюджета Республики и других законов в рамках антикризисных мер. Я прошу народных депутатов рассмотреть их в ускоренном темпе с пониманием срочности решений для поддержки граждан и экономики Республики. Огромная доля ответственности возлагается также и на органы местного самоуправления, как неотъемлемой части публичной власти. Момент истины наступил для всей системы управления, но здесь муниципальные власти находятся на переднем крае, отвечая непосредственно за жизнь людей, за их благосостояние на местах. И сейчас не время прятаться за формальными границами разделения полномочий, не время заниматься политиканством или раскачивать ситуацию и разделять людей. Все мы нацелены на общее дело, всем нам понятны общие задачи. Уверен, что действия правительства Республики будут поддержаны органами местного соуправления в интересах всех якутян. Уверен, что сплоченное исполение как исполнительной, так и представительной власти усилит нашу общую работу. Важнейшая задача сегодня – это не допустить снижения доходов населения. Первым пунктом указа президента страны выступает принятие дополнительных мер адресной поддержки. Мы уже приняли решение индексировать зарплаты прочих категорий работников бюджетной сферы. Не с 1 октября, как у нас планировалось, а с 1 апреля 2022 года на 6,4%. И это дополнительно к той индексации, которая прошла с 1 января на 3,6%. Для исполнения поставленных президентов задач поручаю правительству Республики вести постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе усилить работу с промышленными предприятиями по трудоустройству якутян. На переобучение и повышение квалификации безработных мы направим 200 млн. рублей. Также прошу правительства добиться получения средств на развертывание общественных работ, переобучение граждан в рамках федерального плана, который принят 15 марта. В адрес федерального правительства уже внесено наше предложение об увеличении сумм социального контракта на индивидуальную предпринимательскую деятельность и на развитие личного подсобного хозяйства. В целом, совместно с органами местного самоуправления необходимо запустить систему персонализированного мониторинга положения семей для оперативной поддержки при критическом снижении доходов или трудной жизненной ситуации. Прошу социальный блок правительства Республики внести дополнительные предложения по адресной поддержке населения Якутии. Не допустить ощутимого снижения уровня жизни людей – также наша главная задача, которую мы должны решать, не кивая ни на какие обстоятельства. В этой части один из важнейших вопросов – это обеспечение продовольственной безопасности. На сегодняшний день в Республике обеспечен запас продовольствия более чем на три месяца. Правительству также поручено мною обеспечить запас по ряду важнейших продовольственных товаров на год вперед. Активно пополняются государственные запасы, выработана единая логистика завоза муки, птицефабрики, якутский хлебокомбинат. Другие предприятия пищевой промышленности также получат средства для ускоренного закупа сырья. Для поставок и запаса продовольствия в арктические трудноступные районы Якутапторг получит субсидию в размере 208 миллионов рублей. Для обеспечения продовольственной безопасности также принят ряд быстрых решений. Во-первых, это поддержка предприятий оптовой торговли. Им будет субсидироваться часть процентной ставки для получения льготных займов под 8% годовых. На эти цели направлено 150 миллионов рублей. Это позволит предприятиям не повышать цену и сейчас под будущие гарантии уже закупа товара. Также 150 миллионов рублей выделяется на гарантии для обеспечения кредитов предприятий торговой. Все эти меры в поддержке целевые и должны быть обязательно привязаны к соблюдению торговых надбавок на социально значимые продукты питания. Здесь же отмечу, что перед правительством республики поставлена задача обеспечить запас лекарственных препаратов и медицинских изделий на срок более трех месяцев. В зоне особого внимания у нас сельхозтоваропроизводители. Правительству также поручено сейчас отработать вопросы, связанные с дальнейшими мерами по поддержке сельского хозяйства. При этом сегодняшние уже 600 миллионов рублей, которые были направлены в уставный капитал ФПК Тоймада уже в бюджете этого года, должны быть направлены в первую очередь на поддержку мероприятий с быстрым эффектом. Речь идет о скороспелых отраслях, о поддержке семейной экономики. Также в рамках первоочередных действий аграрным предприятиям направлено 358 миллионов рублей на приобретение комбикормов, свыше 8 миллионов рублей на весенние полевые работы на приобретение семенного картофеля. Хочу отметить еще один важнейший момент. В нынешней ситуации надо делать все, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Непозволительными, я считаю, действия некоторых предприятий, которые, пользуясь моментом своим положением, с потолка начинают повышать цены. Такие попытки должны пресекаться со всей строгостью, в том числе с участием наших правоохранительных органов. На сегодня за необоснованное повышение цен на продукты прокуратуры Республики уже возбуждено 58 административных дел. И эта работа будет продолжена. Вместе с тем, пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить предпринимателей Республики. Они претерпели большие трудности во время пандемии, сохраняя рабочие места, предоставляя людям услуги в условиях ограничений. Сегодня десятки тысяч предпринимателей Якутии продолжают честно работать в непростой ситуации. Их труд – это не только залог сохранения стабильности, но и основа для дальнейшего развития экономики Якутии. Мною дано поручение о переносе на 2023 год срока ввода налога на имущество организации с кадастровой стоимости. Это высвободит часть ресурсов торговых организаций. Также будет принят закон о снижении до минимальных ставок по упрощенной системе налоговложения с объектом дохода с 5% до 1%, с объектом дохода минус расходы с 10% до 5%. Сумма выпадающих доходов бюджетов составит порядка 2,5 млрд. рублей. Решение, конечно, это крайне непростое, но понимая значимость поддержки малого бизнеса в данной ситуации, в данных условиях, это решение мною принципиально принято. В эти дни принято решение в части реформирования институтов развития республики с прицелом на поддержку предпринимательства и инвестиций. В целях поддержки занятости малом бизнесе 519 млн. будет направлено в Фонд развития предпринимательства республики для предоставления льготных кредитов под 8% годовых. На 2 млрд. рублей должен быть увеличен уставный капитал Алмаз-Эргенбанка с условием целевого льготного кредитования экономики республики на сумму не менее 12 млрд. рублей. Через венчурную компанию Якутия 300 млн. рублей будет направлено на поддержку предприятий IT-отрасли, в том числе для снятия нарастающих угроз в инфокоммуникационной сфере. Также мною дано поручение об ускоренном предоставлении субсидий на капитализацию Фонда развития промышленности республики Саха-Якутия, в том числе в первую очередь на поддержку создания импортозамещающих производств. Хочу отметить, что сегодня все промышленные предприятия, действующие в республике, работают в плановом режиме. Они не снижают темпов добычи и реализации инвестиционных проектов. И здесь задача стоит перед правительством максимально содействовать их бесперебойной работе, ежедневная координация по всем вопросам функционирования наших промышленных компаний. Важнейшая задача – это организация досрочного завоза грузов для бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и энергетики. В эти дни мы принимаем оперативные решения по наполнению финансовыми ресурсами в предприятии коммунального комплекса. Для предприятий, участников Северного завоза, предусмотрены уже бюджетные кредиты на 5,5 млрд. рублей и государственные гарантии по кредитам на завоз топливоэнергетических ресурсов в объеме 1,8 млрд. рублей. Для помощи предприятиям в решении проблемы запрещения импортного оборудования, перестройки логистики, связанной с импортными поставками, создана оперативная группа по импортозамещению. Эту работу будет координировать Министерство внешних связей Республики с участием Центра поддержки экспорта и отраслевых министерств. В целях поддержки авиационной отрасли, сохранения доступности авиаперевозок для жителей Республики, будет выделен бюджетный кредит авиакомпании Якутия в объеме 400 млн. рублей на приобретение завоз авиационного топлива. Также на 360 млн. рублей будет увеличено субсидирование межрусных авиаперевозок в Арктические районы Республики. Правительство Республики будет отрабатывать с компаниями недропользования, также привлечение к перевозке вахтовых рабочих авиационных предприятий Республики. В условиях санкций драйвером развития экономики становится строительство, обеспечивая мультипликативный эффект в строительных смежных отраслях. Поэтому будут поддержаны проекты по созданию производства строительных материалов. Необходимо также в сегодняшних условиях максимально привлекать в отрасль местные трудовые ресурсы. Необходимо упростить и вообще по большому счету исключить отдельные разрешительные процедуры. Правительство Республики и муниципалитеты здесь пока недопустимо, на мой взгляд, медлят в вопросах снижения административных барьеров. Поручаю в течение недели принять исчерпывающие акты для ускорения строительной деятельности. Для ускорения жилищного строительства на 2 с лишним миллиарда рублей будет докапитализировано Республиканское ипотечное агентство. Сегодня будут приняты решения по возможности выбора единственного поставщика, более упрощенной схеме, а также по возможности авансирования государственных контрактов на 50%. Уважаемые коллеги, я кратко представил вам перевоочередные решения, которые приняты оперативным штабом по обеспечению экономического развития Республики Саха-Якутия. Общая сумма этих перевоочередных расходов, включая дополнительные расходы бюджета за счет дополнительных доходов, переоспределение средств внутри государственных программ, снижение налогов малого бизнеса составляет уже свыше 12 миллиардов рублей. До 1 апреля будут утверждены планы по бесперебойному функционированию всех объектов жизнеобеспечения, транспортной, логической, логистической, социальной инфраструктуры, а также объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи, в том числе уделив особое внимание нашим удаленным и труднодоступным районам. Каждую неделю правительством Российской Федерации издаются новые пакеты мер поддержки. Для нас очень важно вносить свои предложения на федеральный уровень, в том числе через рабочие группы Государственного Совета Российской Федерации. Постойному представительству Республики Саха-Якутия в городе Москве вместе с правительством поручаю обеспечить тесное взаимодействие как с Государственным Советом, так и с соответствующими ответственными федеральными органами исполнительной власти. Прошу всех руководителей территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, народных депутатов активно подключиться к решению наших общих задач. Работа должна вестись слаженно, не на основе запросов и бумажной переписки, а на основе совместной выработки решений в ходе обсуждений. И главное, эта работа должна вестись быстро и профессионально. Только таким образом мы сможем противостоять санкции, удержать темпы развития Республики и даже найти новые стимулы в экономике, социальной сфере и общественной жизни. Безусловно, для решения всех этих непростых задач очень важно общественное согласие. Важно, чтобы все якутяне смотрели и шли в одном направлении, думая прежде всего о своей родине, о нашей стране. Я прошу Государственное собрание Илтума, муниципальных депутатов, Общественную палату Республики и Общественные палаты муниципальных районов, городских округов взять на себя миссию обеспечения общественно-политической стабильности, миссию объединения гражданского общества. Жизненно важно сейчас открыто говорить с людьми, разъяснять изменения миропорядка, мотивировать людей к обновлению жизненных целей. Прошу общественность Якутии, педагогов, родителей также активно участвовать в укреплении гражданского самосознания наших детей и молодежи и их становлении настоящими патриотами. В 2019 году мной был издан указ о патриотическом воспитании в Республике Саха-Якутия. И жизнь сегодня показала, что мы были абсолютно правы, поднимая этот новый тогда даже для всей нашей страны вопрос. Патриотизм – это одно из главных качеств человека, которое движет нами семьи по жизни. Уважаемые друзья, никакие санкции не могут стать препятствием для объединения вокруг наших общих ценностей. Уважение к истории, к уникальному наследию Якутии. И в этом году мы с достоинством ответим наше важнейшее событие – столетие со дня образования Якутской АССР. Да, безусловно, планы наши претерпят изменения в части снижения, скажем так, количества дорогостоящих, в первую очередь, выездных мероприятий, которые требуют больших расходов. Но уверен, что все наши любимые праздники, которые в последние годы, к сожалению, отменялись из-за пандемии ковида, будут отмечаться в русле знаменательной даты нашей родной республики. Это, конечно, и 1 мая, 9 мая. Это республиканские эсэх Олонхо в Верхневлюйске, эсэх Туймады в Якутске, а также седьмые спортивные игры народов в Якутии, в Уссалданском Улусе и многие другие замечательные мероприятия. Я благодарю вас всех за совместную работу. Выражаю уверенность, что в это сложное время мы еще больше сплотимся. У каждого из нас, подчеркиваю, у каждого прямая личная ответственность за благополучие жителей республики, за сохранение стабильности экономики, за будущее развитие республики Саха-Якутии. Никто не должен отсидеться, все мы должны включиться активно в работу. Нам на самом деле предоставлен уникальный шанс проявить свои лучшие организаторские, управленческие компетенции, реализовать на деле свое желание работать во благо граждан. И я уверен, что вместе мы все будем решать проблемы, не боясь идти вперед ради своей республики, ради нашей великой страны Российской Федерации. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»